Я все время говорю, что самый большой подарок, наверное, то, что Боженька мне подарил голос. Очень многие говорят, что у меня тембр похож на Магомаева, но это, поверьте, я не подражаю. Бывает, что голоса очень похожи. Соседи, они все знали, что я пою, я начинаю петь, все стоят, слушают, а я так смотрю, не уходят, ничего, начинаю петь еще громче. Ну, конечно, я был в шоке, думаю, ну, как можно было не повернуться к такому голосу? Аташа, ты уже 40 лет городский, дай мне показать себя. Самый яркий момент, вот я вспомнил, кстати, это когда мне купили велосипед. Это было, конечно, незабываемо, потому что мы все катались с подшипников, а здесь купили мне велосипед, и я, по-моему, даже с ним спал. Очень помню, ухаживал за ним, потому что нужно было, конечно, смазывать колеса, там, не знаю, там еще что-то, чтобы он ездил. Вы знаете, я все время говорю, что самый большой подарок, это, наверное, то, что Боженька мне подарил голос. Ну, конечно, и то, что мои родители дали мне жизнь. Вот, я был как-то привязан к родителям, особенно к мамочке, наверное, потому что она, кстати, сама очень хорошо пела и мечтала, чтобы я был певцом. Ну, и вот она, как бы, жила мной, кормила меня, так воспитывала меня, любила, наверное, больше, чем моего брата. Это место, где я родился, это город Грозный. Это вот та самая улица, по которой я бегал, играл в ромбики, гонял в футбол. Это мой дом, мой дом. Двор, где вот я родился, где мои друзья, с кем я учился. У меня были такие три верные друга, с которыми мы учились 10 лет. До сих пор, кстати, общаемся и имеем такие тесные, такие дружеские отношения уже много лет. Ну, наверное, Новый год. Особенно я люблю отпраздновать где-нибудь в лесу. Я вообще человек достаточно сентиментальный, начинаю вспоминать прошедший год, что там было, что будет впереди. Вот, вспоминаю о тех, кого нет со мной, родственников. Я очень, как бы, люблю своих родных. Вот, и часто вспоминаю с таким сожалением, что я, например, вот выступаю, да, вот нет того, кто мог бы, да, прийти на концерт послушать. Мамочка, как бы она была рада, если бы она, вот, например, услышала меня, вот, когда я в финале был в голосе. Я помню, вот, лет 10-15 назад, я сказала, вот, я не могу понять. Потому, что Олег меня Гасманов простит, посидим с мамой. Мам говорит, ну, я не могу понять, вот, он поет, вроде там, ну, не голос, а ты у меня такой, почему тебя нет на телевидении? Она же простая женщина, она не понимает, почему. Я ей старался объяснить, она как-то этого не понимает. И вот она ушла, так и не видела меня. Ну, я, вы знаете, самая, я достаточно верующий человек и верю, что она вот следит, смотрит меня, как бы, вот, я чувствую ее, чувствую ее, как вам сказать, присутствие. Моя мама очень любила певца, тогда в то время была очень популярна, Муслим Агамайев. И она очень хотела, чтобы я был таким певцом и имел такой голос. Ну, кстати, у меня чем-то голос тембральный очень похож, да. Я же учился у педагога, у которого в свое время учился Муслим Агамайев. Я ездил специально в Баку, нашел этого педагога, с ним встретился, вот, но это было до армии. Когда я закончил службу в армии, я приехал к этому педагогу, он меня вспомнил, поступил в музыкальное училище, я учился у него. Вот, кстати, очень многие говорят, что у меня тембр похож на Магамаева, но это, поверьте, я не подражаю. Бывает, что голоса очень похожи, вот. Но не только Муслим, и Рубертин Лоретти я слушал, это его ангельский голос, когда он пел Ава-Мария, Саня Тавлючия. Том Джонс уже, вот, я слушал, да. Это Энгельберт Хампердинг и Луис Пресли. Ну, а первую песню я помню, конечно, выучил я О море-море, Синяя Вечность. Я помню, я стоял у себя, ну, дома, там, значит, перед зеркалом. Помню, трилляж такой был. Я вот поворачиваю, чтобы себя было видно, как я выгляжу. И начинал петь. А я жил, как раз, улица проходила мимо. Соседи, они все знали, что я пою, я начинаю петь, все стоят, слушают. А я так смотрю, не уходят, ничего, начинаю петь еще громче. Потом, брат, я прекращал петь, они уходят, аплодируют. Думаю, как его опять завлечь, опять начинаю петь. Ну, в общем, конечно, да, О море-море, Синяя Вечность. Море вернулось, говором чаек, Песни прибоя, рассвет пробудив. Сердце, как друга, море встречает, Сердце, как песня, летит из груди. О море-море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня вдали-дали Паруса малым вместе с собой. Да, да, правда, к сожалению, нельзя было снимать на видео и фотографировать. 95-й год, тоже судьба. Должна была поехать туда армянская певица, она заболела. И меня туда пригласили. А Елена Брасцова говорит, Слава, ну спой что-нибудь, что-нибудь итальянское. Спел я Дигнаре. Дигнаре песни, да, такое акапелло. Вот, ну, да, папе понравилось, благословил он меня, конечно. Мне, конечно, было очень приятно. Ну, первая сторона, это Франция. Я пел в ресторане «Распутин». До меня там пел Эдуард Хиль, кстати, 5 лет в этом ресторане. И я там пел с русским народным инструментом, пел русский репертуар. Ну, иногда и итальянские песни. Значит, мы пели где в Аргентине, в Бразилии, там, в шоу-программе, в русском ресторане. Я там их ходил в белом смокинге, пел вдоль по Питерской. Вот. Ну, и в течение, конечно, 90-х, 2000-х, где в Германии, в Италии, в Милане, в русском культурном центре. Ну, конечно, я был в шоке. Думаю, как можно было не повернуться к такому голосу? Как? Я так про себя подумал. А Градский-то там спросил, а что вас привело? Я говорю, Саша, вы не понимаете? Он ответил, да, конечно, понимаю. Меня тоже часто спрашивают, почему меня едят на телевидении. Я думаю, Саша, ты уже 40 лет Градский. Дай мне показать себя. Ну, да, потом, видимо, еще песня была неудачная. Когда дали список, нужно было бы выбрать где-то 8-10 песен. Я выбрал Магомаевский репертуар, там, My Way, там, итальянские песни. И что-то не хватило там еще одной песни до 8 или до 10. Думаю, ну, я люблю тебя слез. Тоже вроде можно голос показать. А они почему-то мне эту песню дали. Ну, я как-то промолчал. Я думал, что если Саша Сироп как бы повернется. Когда я выходил уже, да, я говорю, Саша, ты почему не повернулся? Он говорит, прости, старик, ничего не могу сказать. Прости, прости. Ладно, бог с ним. А 20-й год, ну, это уже моя аудитория была. И песня была удачная. В общем, конечно, все повернулись. Я был счастлив. Ну, дело в том, что были времена пандемии. Такие очень насыщенные, я имею в виду, этот год в кавычках. Вот. Но концерты были, да, приглашали меня. Не так много. Но и узнаваемость была, и вот телевидение стала приглашать. Вот буквально недавно пригласили на канал Культура, где я буду снимать романтику романца. Меня пригласили с песней «За высокими горами». Впереди у меня будут гастроли по Хабаровскому краю. И в Москве концерты. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия. А калейдоскопу я желаю всего самого доброго. Желаю, чтобы очень много было публики. Вот. Хорошая, доброжелательная. И такой, знаете, любящий искусство, любящий такое настоящее все. Не по псу, а вот если эстраду касаться, то настоящую классическую эстраду с настоящим мужским тембром. Именно, чтобы все было настоящее, как ТВ-калейдоскоп. Я Вячеслав Ольховский. Смотрите меня на канале Калейдоскоп ТВ. Калейдоскоп ТВ-калейдоскоп.